Здравствуйте! Я хотел бы представить доклад, основанный на недавних результатах. И важно заметить, что эта работа велась совместно с указанными специалистами. Что значит «велась совместно»? Это значит, что я пытал их вопросами, получал обратную связь, и в ряде случаев даже удавалось организовывать выступления специально по этой тематике. У нас семинары по субботам идут в независимом университете, стахастический анализ задач. И вот, так сказать, был заказ на вот эту тему, и вот разные люди со своими подходами выступали. И вот некий синтез того, что удалось накопить за этот год, мне хотелось бы рассказать. На мой взгляд, в общем, получились довольно интересные вещи, с которыми хотелось поделиться. Начнем мы с некой преамбулы. Вообще, я к этой задаче пришел из транспорта. То есть, речь идет о чем? Что довольно часто в жизни возникает ситуация, когда надо историческую информацию каким-то образом взвешивать и принимать решения сейчас. И почему-то оказывается, что экспоненциальное взвешивание часто возникает и в чистых экспериментах, когда следят за людьми и смотрят, как они себя ведут. И оказывается, что это очень быстрые процедуры, действительно возникающие в оптимизации для поиска, скажем, минимума выпуклой функции или в многоруких бандитах или еще где-то. И хотелось бы объяснить для себя, что это за закон природы такой, почему возникает экспоненциальное взвешивание. Если угодно, можно ставить другой вопрос, почему там возникает так часто в жизни энтропия или еще что-то, именно функция такого вида. То есть, это, наверное, какой-то закон природы. Хотелось бы его вскрыть. То есть, понять, ввести какую-то такую систему простых аксиом, естественных, которые у нас не вызывают, мы верим, что это так. Исходя из которой, вывести в разных направлениях, что и там, и там должно возникать экспоненциальное взвешивание. Собственно, вот этот путь, он где-то года 3-4 продолжался. И повторю, что начал я с транспорта, потом, может быть, если будет время, поясню, что был за пример. Но вот сейчас уже дошли мы до многоруких бандитов и некоторых других постановок. И чтобы была мотивация и конкретика, мне хотелось бы начать вот с конкретной постановки задачи о многоруких бандитах. Значит, имеется N ручек различных. Ну, себе это можно представить вот таким образом. Вот. Значит, N ручек, N большое число. Вот. N большое число, это важно. Вот. И дергание каждой ручки приносит нам какие-то потери. Давайте вот будем считать, что это не доход, а потеря. Так удобнее. Вот. И эти потери, вообще говоря, случайные. Более того, они, значит, могут зависеть от предыстории. И, в общем, вообще почти никаких предположений не делается. То есть, как вот эти потери рассчитываются, непонятно. Вот. А тем не менее, наша цель организовать таким образом дергание этих ручек. Вот. Ну, то есть, нам дается какое-то количество шагов. Ну, скажем, N тоже достаточно большое число шагов. И вот мы должны эти ручки дергать таким образом, чтобы наши потери, ну, были бы в некотором смысле минимальны. Ну, в случае, если это случайно доход дается, то вот в среднем. Минимальный бы в среднем. И вот проблема такая, что никакой априорной информации о ручках у нас нет. Вот. И все, чем мы располагаем при принятии решения, это собственный опыт. Ну, скажем, у нас есть две ручки. Предположим, что мы знаем, что, значит, ручка дает с вероятностью P доход, ну, потеря единичка, с вероятностью единицы минус P, потеря 0. И вторая ручка тоже самое, только там вероятность Q. Но мы не знаем ни P, ни Q. Вот это более определенная постановка, чтобы можно было немножко почувствовать. И в таком случае можно действовать так, подергав первую ручку достаточное количество раз, вторую достаточное количество раз, определить, какая из них лучше, и все оставшееся время дергать лучшего. Это такой простой вариант относительно. Вот. На самом деле нет необходимости вот считать, что ручкам приписаны какие-то вероятности. Но, тем не менее, какие-то аксиомы все-таки потребуются сделать вот в этой постановке. И вот эти аксиомы мы вот предположениями назвали. Мы считаем, что, может быть, ручка дает случайный доход, но, тем не менее, математическое ожидание потерь на заданном шаге, от заданной ручки, не зависит от случайности в предыстории. То есть от того, как там были, разыгрывались вот эти случайные, так сказать, реализации случайных величин в истории. Это важно. То есть средние потери от этой ручки на данном шаге, они не зависят от того, что было раньше. Это не значит, что потери не меняются от шага к шагу. То есть я имею в виду мат ожидания потерь, средние потери по этой ручке не меняются от шага к шагу. Они могут меняться. Ну и второе предположение, которое для нас важно, это то, что потери по абсолютной величине не могут превышать некой константы, какую бы ручку, когда бы мы не дергали. Это для нас важно, чтобы действительно оказаться в условиях правильной задачи оптимизации. Потом это будет видно. Это первая задача. В общем, она вообще непонятно, как сейчас связана с экспоненциальным взвешиванием, непонятно, как связана с обычной оптимизацией. Но, тем не менее, мы все это постараемся успеть сделать, связать. Ну вот эта картинка, только здесь неправильная картинка. Важный момент, что на каждом шаге мы должны выбрать одну ручку, ее дергать. И более того, информация, которая у нас есть, наш опыт, заключается только в том, что мы знаем, что мы получали от дергания конкретных ручек. То есть, что было бы, если бы мы дергали другие ручки, мы не знаем. То есть, мы дернули десятую ручку, мы знаем, что она нам дала на первом шаге. Потом дернули двенадцатую ручку, знаем, что она дала. А что другие бы дали, мы не знаем. Это важный момент. Теперь похожая постановка, но отличающаяся немножко от предыдущей. Есть N экспертов. Но теперь не ручки, а эксперты. Напомню, N маленько у нас обозначает число ручек, экспертов, а N большое – это число шагов. Вот это число шагов, это число, в данном случае, экспертов. Значит, эксперты играют на рынке и все время проигрывают. Ну, я взял эту постановку из книжки Рюгина. На самом деле, могут быть замечания, но это проинтерпретировать можно по-разному. В общем, эксперты играют на рынке и все время проигрывают. Пусть L, I, T, A, K. K – верхний индекс у нас обозначает номер шага. Всегда и в дальнейшем так будет. А I обозначает номер эксперта. Тоже нижний индекс – это вот за экспертов. И там за ручки отвечают. А верхний индекс отвечает за номер шага. И вот, значит, проигрыш эксперта I на шаге K – это есть число от нуля до M. Тоже важно, что оно всегда ограничено для любых IEK. Ну, и снизу, и сверху. Вот на каждом шаге мы располагаем долларом. Вот у нас на каждом шаге есть доллар. Мы хотим оптимально этот доллар распределить между экспертами. То есть дать первому эксперту, не знаю, 10 центов, второму, сколько-то. И вот сколько кому дать, зависит от предыстории. То есть мы должны распределять наш доллар между экспертами, исходя из того, как они до этого играли. Важный момент, что в свою очередь вот эти числа, они могут быть заранее не заданы. Они нам, разумеется, неизвестны. И эксперты их могут, так сказать, ну природа может, так сказать, так быть устроена, что вот специально как-то вот в зависимости от нашего алгоритма как-то вот назло нам делать. Но при этом наша цель, тем не менее, организовать процедуру распределения доллара на каждом шаге, исходя из нашего опыта, исходя из истории, которую эксперты, насколько они успешны, то есть насколько вот эти потери у них маленькие. Так чтобы наши потери, отличаясь от потерь наилучшего эксперта, ну как можно меньше. Как можно меньше. Понятно, что если бы мы заранее знали вот после там N шагов, какой эксперт окажется самым лучшим, мы бы все время ему давали деньги. Ну или там еще лучше, если бы мы знали, кто на каждом шаге будет самые маленькие потери иметь, мы бы ему давали деньги. Но вот оказывается, что даже невозможно добиться того, чтобы, это более-менее очевидно, даже добиться того, чтобы наши потери были, ну так сказать, такими же, как у лучшего эксперта после N шагов. Потому что мы не знаем, кто им окажется в итоге. Тем более, что нам могут вредить специально. Но тем не менее, оказывается, что можно организовать процедуру таким образом, тоже с помощью экспоненциального взвешивания, что, ну вот эта невязка, она будет стремиться к нулю при N стремящейся бесконечности. И более того, так сказать, оптимальным образом. Вот. И важный момент, отличающий эту постановку от многоруких бандитов, ну их много, но в частности, что теперь мы знаем всю предысторию игры, ну до данного момента. То есть, если в случае ручек мы дергали ручки, ну там, какие-то конкретные, знали, что они нам дают, то есть, мы, так сказать, доверяли, так сказать, деньги эксперту одному, и вот знаем, какие он потери там нам давал. То теперь нам известна вся информация. То есть, вот информационные ограничения здесь такие, что все вот эти вектора до текущего момента нам известны. Вот эти аликаты вектора. Вот. Идем дальше. Это далеко не единственный вариант постановки, вот, по поводу взвешивания экспертов. Вот есть такие постановки. Например, потери эксперта и на шаге k. Они считаются вот по такой формуле, если он использует стратегию вот такую. И вот эта функция, она тоже ограничена, потери считаются ограничены. И выпукла по второму аргументу. То есть, потери эксперта, есть выпуклая функция от того, какую он стратегию выберет. Причем, важно заметить, что это, может быть, там, вектором, то есть, не надо понимать, что это и та компонента вектора вот какого-то zeta k. Нет, это просто вот так вот обозначается какой-то элемент из некоторого пространства. Важно, что эта функция выпукла по второму аргументу. Какое бы омега k не выбиралось. В свою очередь, омега k это некий ход природы, которая нам может вредить в некотором смысле. Вот, то есть, на самом деле, природа выбирает этот ход после нас. Вот, то есть, мы говорим, как мы, так сказать, наша стратегия заключается в том, что мы, ну вот, значит, берем какую-то комбинацию стратегий экспертов. То есть, эксперты сказали свою стратегию, мы называем какую-то комбинацию свою, а природа потом выбирает омега k. Она может это выбирать очень даже, так сказать, против нас. Никаких ограничений на это нет. Вот. Но тут важно, тут спасает выпуклость функции. Тут спасает выпуклость функции по второму аргументу. А теперь представим себе, что то же самое, но выпуклости функции нет. Выпуклости этой функции нет по второму аргументу. И тогда возникает, ну, можно показать, что у природы возникает, так сказать, такой алгоритм, стратегия, как бы мы ни действовали, она всегда может делать так, что мы асимтотически, то есть, с ростом числа шагов, ну, не будем приближаться к потерям наилучшего эксперта, который меньше всех теряет. То есть, это вот можно показать, что там они могут даже в два раза отличаться, наши потери. Это плохо. А и поэтому, значит, немножко меняются правила игры, и они меняются таким образом, что да, природа ходит после нас, наш ход заключается в том, что мы говорим природе, вообще всем говорим, что с такой-то вероятностью мы, так сказать, будем следовать первому эксперту, с такой-то вероятностью второму, с такой-то третьему и так далее. А природа это все знает, но она не знает реализацию. То есть, мы говорим, что с такой-то вероятностью природа сделала свой ход, а после этого мы разыгрываем уже, соответственно, вот все-таки какому эксперту мы будем следовать. То есть выберем стратегию, соответствующую какому эксперту на данном шаге. Это важно, вот эта последовательность. И все это вот на самом деле однообразно. То, что я сейчас рассказываю, разные постановки задач, все это, как вот окажется, приблизительно об одном и том же. Я еще одну задачу расскажу. Это рекуррентное агрегирование оценок, и тем, кто занимается машинным обучением, это просто основное, с чем сталкиваются специалисты в этой области. Есть постановка такая, что есть какая-то простая выборка. Простая означает, что независимо одинаково распределенные, я не буду говорить случайные величины, какие-то случайные объекты. Это могут быть вектора, матрицы, еще что-то. И есть функция потерь. Под функцией потерь понимается, например, в случае задачи распознавания, число неправильно распознанных объектов, еще что-то. В общем, эта функция потерь зависит от параметра, который мы обозначаем буковкой X. И эта функция потерь, как правило, надо минимизировать ее мат ожидания. То есть мат ожидания по неизвестной вот этой вот мере, которая соответствует случайной величине X. То есть мы можем наблюдать реализацию случайных величин в нужном, ну, достаточном количестве. Но проблема в том, что мы все-таки, так сказать, не знаем, как они распределены. А функционалом является мат ожидания от некой функции, известной функции, зависящей от параметров, которые мы хотим оптимальным образом подобрать, X хотим оптимально подобрать. Но мы не можем от ожидания посчитать. И получается, что, в общем, хотим решать одну задачу, а все, что можем, это, ну, например, с какой-то такой вот агрегат составить. Ну, надеюсь, что закон больших чисел позволит, вот, решив эту задачу, минимизации вот этой уже функции, вполне, так сказать, какой-то определенной, ну, гарантировать близость решения к решению честной задачи. И вот здесь тоже оказывается алгоритм экспоненциального взвешивания, такого агрегирования, ну, вот, тоже крайне важны. Причем есть контроль, и он, так сказать, не улучшаем, вот этой вот оценки, ну, так сказать, насколько близка та оценка, которая получается для решения некой вот задачи, ну, типа такой, вот, близка к тому, что мы хотим добиться. Вот, это все приблизительно об одном и том же, то есть все эти постановки, которые я сейчас сказал, это очень важный момент, он ключевой, вот, абсолютно все, которые я сейчас сказал, они сводятся к одной единственной. Вот это вот, вот она, вот, ну, вот, да, она мне нравится. Значит, вот это задача стахастической оптимизации на симплексе, причем важный момент, что здесь, значит, эфкаты, они разные, вообще говоря. Ну, то есть, нет необходимости считать их одинаковыми. Тут, конечно, важны предположения, которые делаются. Значит, считается, что эти функции, эфкаты, они выпуклы по первому аргументу, по х. Х – это вектор из симплекса, вот, минимизация идет как раз по х. Вот это мат ожидания берется по второму аргументу. Ну, в общем-то, для простоты можно считать, что ксикаты независимы случайной величины. Вот, я даже не говорю, что они одинаково распределены, просто независимы. Ну, и это не обязательно, это условие можно существенно ослабить, далее будет вот такое условие, оно там, в общем, заметно более общее, чем независимость. Ну, в общем, пока можно считать, что просто независимы случайной величины. И хочется придумать какой-то алгоритм решения вот этой вот задачи. И важно, что еще, каким оракулом мы располагаем, то есть, что мы можем и насколько быстро получать, вот, если мы хотим, там, градиент получить, еще что-то, это все тоже важно. И вот в нашем распоряжении есть только оракул первого порядка, да и то, в общем-то, стахастический. То есть, если вот мы хотим посчитать градиент, то мы не можем посчитать градиент вот этой функции, мы можем посчитать только градиент вот этой функции, ну, при каком-то ксикаты. Вот, это, в общем, делает эту постановку довольно жизненной и важные именно, так сказать, вот такие аспекты. То есть, это не надумано, а это действительно из приложений так приходит. И вот как раз из тех приложений, которые я сказал. То есть это как раз сильно мотивировано предыдущими постановками, что все, что мы можем, это посчитать градиент этой функции при каком-то конкретном реализации ксикаты. И вот идея заключается в том, что давайте, во-первых, научимся эту задачу хорошо решать, быстро, эффективно, в некотором смысле оптимально. И тогда попробуем свести все остальное, ну не все остальное, а все, что было до этого, вот к этой постановке. Если нам это удастся, то мы как бы двух зайцев убьем. Значит, первое, это просто сама по себе эта постановка важна. Ну и я об этом еще отдельно скажу, просто в оптимизации, в детерминированной даже оптимизации, искусственно вводя рандомизацию, например. Это важно очень, научиться такие задачи решать. Ну и, конечно, вот для решения предыдущих всех задач. Ну тут, значит, делаются еще дополнительные предположения, они действительно существенные, о том, что перестановочно есть, можно местами переставлять вот эти вот, значит, мат-ожидания. Ну это все вот на эту же тему, в смысле вот это связано. Мат-ожидания и взятие градиента. Важное очень условие, это ограниченность градиента вот этой функции. Причем, обратите внимание, вот в таком виде, которым я написал, это сильное условие. То есть это значит ограничено, раз здесь ничего не написано, а квантеры не стоят, а по идее надо замыкать. Формула должна быть замкнута. То есть что предполагается относительно x и x? Значит, предполагается, что они любые. То есть для любых x и x, вот это должно быть верно. Это сильное довольно условие, то есть градиент ограниченный. Но как ни странно, в приложениях это вполне естественно, поэтому для простоты мы это будем рассматривать. На самом деле я потом буду, как сказать, для справки приводить результаты, когда это условие ослабляется вот таким вот образом. Вот. То есть вот что будет, если вот так. Это, очевидно, более слабые условия. Вот. Ну, сейчас это можно не запоминать, я к этому буду возвращаться, напоминать, когда это потребуется. Итак, сейчас первый этап. Мы хотим разработать эффективный алгоритм. Ну, точнее, даже не разработать, а найти эффективный алгоритм решения вот конкретно этой задачи. Вот. Задача, по сути, выпуклой оптимизации, но с таким вот функционалом, который конструируется довольно вот необычным образом. Вот. И мотивировка для этого, некоторые мотивировки я уже привел. И вот теперь начинается то, что, собственно, отняло основное время, вот, понимание, собственно, какой вариант использовать алгоритмы, как делать. Ну, то есть вот сейчас это все будет быстро и просто, но относительно. На самом деле это вот так как сразу было не очевидно. Вот. Значит, для решения вот этой задачи мы хотим воспользоваться адаптивным методом зеркального спуска. В нашем случае, когда вот мы оптимизируем на симплексе, то этот метод зеркального спуска будет иметь вид экспоненциального взвешивания. Экспоненциального взвешивания. Это специфика, когда вот речь идет о симплексе. И там специально подбираются все вот эти прокси-функции. Итак, мы хотим решать вот такую задачу на симплексе. И мы берем и, в общем, пишем стандартный вариант метода зеркального спуска с адаптивным выбором шагов. Он, в общем-то, в таком виде независимо появился в работах от Юрия Евгеньевича Нестерова в 2005 году. Препринт в коры был. Потом он вышел в этом журнале mathematical programming. И независимо вот в работе Юдитского, Назина, Цыбакового, Ваятиса в ППИ. Параболем передачи информации. В общем-то, вот практически одинаково. Вот. И там, и там была вот эта вот адаптивность. Только из разных, так сказать, мотивировок к этому пришли. Но, в общем-то, вот, по сути, одинаковая формула, так сказать, вытаскивалась. Вот она написана. Вот эта формула написана. То есть, как обновлять х, ну, как сказать, в зависимости от номера шага, обновлять вот эти х, и т компоненты вектора, и на шаге т. Она считается вот по такой формуле, вот по предыстории. Вот. И вот есть надежда, что если мы сюда будем подставлять векторы х, т, которые считаются вот по таким формулам, то вот это будет мало отличаться от того, что было бы, если бы мы тут подставляли х, на котором минимум достигается. И хотелось бы это как-то контролировать. Ну, вообще говоря, непонятно, да. То есть, ну, так вот, если посмотреть, почему такой алгоритм должен что-то хорошее давать. В общем-то, все, что пока можно понять, что оправдывается название экспоненциальное взвешивание. Вот. Больше ничего. Ну, вот мы постараемся сейчас мотивировать, почему такой алгоритм, в общем-то, возникает. Но предварительно все-таки приведем оценки. То есть, прежде чем мотивировать, я бы хотел вот для этой задачи, вот для этого алгоритма, собственно, все написано. То есть, формулы пересчета написаны. Вот. То есть, все задано. Б0 задано, начальное приближение задано, откуда мы стартуем. Ну, и все рассчитывается. То есть, это вот последовательность точек, которая так считается, что она дает для вот этой задачи и дает в каком смысле. Вот здесь приведен результат. В общем-то, вот этот результат, который написан, он, разумеется, не новый. Вот. Он, значит, получается вот, ну, по сути, из работ, уже упоминаемых работ двух. Ну, и, возможно, так сказать, он еще где-то раньше в каком-то виде был. Но он был получен в случае, когда FK одинаковый. То есть, вот этого не было, было вот это. Вот это меньше вот этого. И оказалось, что, на самом деле, добавление FK здесь не сильно что-то меняет. Это важное замечание для наших приложений. Но с точки зрения математики, это оказалось простой трюк. То есть, ничего хитрого здесь особо не было, чтобы поставить здесь FK. И дальше я постараюсь, если будет время, один слайд на эту тему показать. Ладно. Значит, ну, важно заметить, что, на самом деле, это неравенство верно и при более общих условиях. То есть, там никакая независимость не нужна. И там перестанут, вот при таких условиях это уже достаточно, чтобы это было верно. Но обратите внимание, что, на самом деле, уже это очень даже неплохо. Потому что, почему? Потому что, ну, известны оценки снизу. Для детерминированных задач оценки снизу. Для детерминированных задач негладких выпуклой оптимизации. Оценка снизу – это единица на корень и зен. Ну, там с какой-то константой. То есть, в принципе, нельзя решать задачу выпуклой оптимизации, детерминированную, лучше, чем там единица на корень и зен. Ну, в общей постановке. То есть, когда дополнительных специальных предположений не делается. То есть, когда вот у нас черный ящик и просто выпуклая задача. Ну, там есть контрпример. Вот Юрий Евгеньевич об этом рассказывал в курсе, который в сентябре читал в независимом университете. В общем, это известно. Здесь верхняя оценка. Здесь верхняя оценка в стахастическом случае. Причем в случае онлайн-оптимизации. Онлайн – это значит, что на каждом шаге у нас какая-то своя функция подбирается. Причем довольно мягкие условия налагаются на эту функцию. Это очень нетривиальный момент, на самом деле. На мой взгляд, очень важный. То есть, что… Ну, действительно, мы более-менее понимаем, что это неплохая оценка. Более того, обратите внимание, как входит зависимость от размера пространства. То есть, м – это какая-то константа, которая ограничивает градиент этой функции. Но напомню, что у нас вот что такое. Причем, что тоже немаловажно, градиент в бесконечной норме. То есть, когда бесконечная норма, то зависимости от пространства тоже, так сказать, практически нет. Правда, за это приходится кое-чем платить. А именно… Ну, я об этом позже скажу. То есть, это как бы… Ну, так удачно получилось, что, значит, это можно делать. В общем, я об этом позже скажу. Но вот просто хочу обратить внимание, что градиент здесь считается бесконечной нормой. Это значит, что, как правило, если задача более-менее разумно поставлена, что не должна быть зависимость здесь от размера пространства N. Это важно. То есть, реально размер пространства сидит вот просто здесь. Хорошо, идем дальше. Вот эти оценки получаются из, ну, некоторых утверждений Немировского, Юдитского, Лана Шапира. Это вот. И все, что надо было, это просто немножко их адаптировать под наш случай, получить. Вот такие вероятностные оценки уклонения. Ну, тут важно понимать, чем они отличаются. То есть, вот эта оценка, она говорит о том, что, ну, в среднем, то, что выдает наш алгоритм, он, ну, как бы, это достаточно хорошо. Ну, есть много всяких парадоксов. Ну, петербургский парадокс. Ну, мат ожидания выигрыша бесконечность. Но с вероятностью, так сказать, там, ну, есть немножко более хитрый вариант с петербургского парадокса, когда вот, значит, мат ожидания будет расти, а вероятность выигрыша будет падать. Ну, это за счет таких больших тяжелых хвостов. Вот. Значит, здесь, собственно, важно понимать, что мы не просто хотим в среднем как-то гарантировать какой-то результат, а дополнительно еще и контролировать вероятности того, что это будет не так. И вот здесь у нас, вот, обратим внимание, стоит невязка вот такая вот, и вот сейчас мы эту невязку переносим вот сюда, и что нам приходится платить? Мы платим вот дополнительно вот это, и сразу контролируем вероятность, так сказать, отклонения вот такую. Причем эти оценки не улучшаемые, то есть это, так сказать, такой субгаусский случай, то есть это очень хорошо, просто быстрее быть не может в принципе. То есть это вот такого типа оценки больших уклонений получается в самых хороших случаях, когда аффинитные носители, там, ну, такой называется субгаусский случай. И он не всегда имеет место, ну, в частности, это получилось потому, что мы заранее градиент ограничили константы вне зависимости от случайности. То есть наша случайность, какая бы она ни была, она такова, что градиент все время ограничен. Повторю, какая бы ни была реализация случайной личности. На самом деле, более естественно, наверное, ограничивать мат ожидания градиента или там как-то экспоненциальные моменты. И вот в случае, если мы заменяем условия ограниченности градиента, вот это вот условие, заменяем условием вот этим вот, оно похоже, но оно более слабое, разумеется. То тогда мы получаем, что все это верно, только надо заменить вот эту штуку в скобочке, вот здесь в скобочках, заменить на такую штуку. И тогда уже здесь будут, ну, как бы, большие отклонения, уже такие, ну, нормальные, которые вот характерны, действительно, для больших отклонений, ну, вот, когда нет гарантии, что там у нас конфинитный носитель, еще что-то. И тут, на самом деле, я не очень аккуратно вот это просчитывал, я допускаю, что вот это вот константы, они улучшаемые. То есть, 12, это я с запасом, как бы, то есть, это вроде, как бы, хватит точно, но, вероятно, здесь можно точнее написать, просто немножко техничнее там проделать выкладки. Вот, ну, то есть, структура более-менее, мне кажется, понятна, то есть, вот у нас есть полный контроль, такой вероятностный, того, что происходит. Вот, какие, насколько хорошие оценки дает вот этот алгоритм экспоненциального взвешивания, но, правда, для вот такой задачи пока не очень понятно, какое это отношение имеет к нам. И непонятно, откуда этот алгоритм возник. И, собственно, мы сейчас переходим к тому, чтобы пояснить, откуда этот алгоритм возник. И вот важный момент, который я чуть-чуть пытался упомянуть, что, в общем-то, мы решаем задачу сейчас, вот, как бы, обычным, так сказать, пытаемся, как бы, какую-то вариацию метода проекции градиента. У нас все-таки симплекс, обычным методом нельзя градиентного спуска действовать. Хотим проекции градиента, но хотим это как-то сделать более-менее хитро. И важный момент, что если мы будем работать на симплексе в L1 норме, вот, то тогда, соответственно, градиент в сопряженной норме считается бесконечный. То есть нам действительно нужно градиентный спуск осуществлять таким образом, чтобы все оценки, ну, в прямом пространстве, получать в один норме. Если при этом все там будет более-менее хорошо, то у нас есть гарантия, что, ну, оценки там на константу, на градиент, оно будет в бесконечной норме. Это хорошо, так сказать, размерность пространства будет входить хорошим образом. То есть, чтобы градиенты, вот, входящие в оценки сложности, там, числа шагов, они были, так сказать, хорошие, нам нужно L1 норму выбирать в прямом пространстве. То есть, чтобы в сопряженном пространстве, то, что входит в оценки, это была бы наиболее слабая норма. Стало быть, сопряженок наиболее слабый, наиболее сильный, вот эту вот, L1 норму мы выбираем не случайно. Вот мы сейчас берем такую функцию, которая, как бы, аппроксимирует сверху вот эту норму, L1 норму. Это вот неравенство Пинскера называется. На самом деле, оно получается исполняем элементарных фактов оптимизации, а неравенство из теории информации. Вот, и вот мы вводим прокси-функцию, вводим такую расстание Кульбака-Леблера. Вот, и вводим бета-сопряженную функцию вот к этим функциям, ну, точнее, вот к этой функции. Ну, что такое бета-сопряженная функция, на самом деле, проще формулу написать. Ну, это некий аналог просто сопряженной функции, только там, к этой функции, она, ну, как бы, с вот этим множителем, и там еще со знаком есть некоторый нюанс. То есть, там аргумент берет со знаком минус, и перед функцией ставится минус. То есть, это почти аналог сопряженной, но там некая игра идет на бета и на минус. Это детали, можно просто понимать, что W определяется таким образом. W оказывается функцией Липунова вот этого итерационного процесса, который я нарисовал. То есть, довольно популярный метод исследования итерационных процессов, это поиск функции Липунова, то есть, функции убывающих на траектории. И тогда процесс можно, как бы, понимать, как некая такая релаксация, релаксационный процесс вот для этой конкретной функции. И, собственно, исследовать его можно с помощью того, как вот эта функция быстро убывает, и с помощью оценок ее убывания оценивать скорость сходимости. То есть, вот это функция Липунова вот этого итерационного процесса. откуда она возникла, как она получилась, это хороший вопрос, на который мы сейчас постараемся ответить. И вот первая идея аппроксимации. Собственно, это не оригинально, это много где есть. Я просто все это вместе собрал, как правило, вместе это не приводит. Значит, аппроксимация в чем заключается? У нас есть сумма функций. Просто функция fk от x. Аргумент у них один, x. А мы сейчас пытаемся аппроксимировать снизу, то есть просто раскладывая в ряд Теллора, до первого порядка включительно, вот эти функции разлагаем в ряд. Разлагаем в ряд, причем точки, в которых мы разлагаем новую функцию, она определяется по такому алгоритму. То есть это некая такая, если угодно, если геометрически можно представлять, у нас есть выпуклая функция. Давайте считаем, что они одинаковые. Мы просто строим такие линейные, так сказать, снизу такие подпорки. И вот стараемся наилучшим образом как бы вот их так подобрать, чтобы то, что получится, ну, наиболее близко было бы, как бы сказать, к нашей функции. Но важный момент, что это все-таки линейная функция вообще. Вот это линейная функция получается. Это плохо, потому что у нас вообще выпуклая функция. И вот как раз за то, чтобы это была задача более-менее правдоподобна, то есть как-то похожа на настоящую, нам нужно вот сюда L1-норму в квадрате вставлять. То есть такой как бы член, отвечающий, ну, так сказать, следующему по порядку. То есть это первый порядок, это второй. И вот неравенство Пинскера нам как раз более-менее гарантирует, что если мы хотим в L1-норме работать, то здесь как раз нужная аппроксимация. И бета, выбирая больше константы Липшица, ну, там больше, так сказать, градиентов. Ну, в общем, в общем, как бы правильно выбирая бета, мы можем более-менее быть уверены, что, так сказать, вот этот способ разумен. Вот. Ну, а, собственно, дальше дело техники показать, что так введенная функция W, она позволяет компактнее переписать то, что я здесь написал вот таким вот образом. Вот. То есть такую идею аппроксимации, нижней такой аппроксимации, переписать вот более компактно вот таким вот образом. Ну, часто, особенно в работах Немировского, Юдитского, Шапира, Лана, берется вот такой вот вариант, вот такой вот вариант, где не вся предыстория аппроксимируется, а как бы делается таким образом, что берется новая функция, вот эта f на шаге t, ft, и выбирается новая точка таким образом, таким образом, чтобы вот, как сказать, мы разлагаем функцию в ряд в окрестности точки xt-1, то, что было на предыдущем шаге, и вот с учетом вот этой вот добавки, напомню, вот эта функция Куйба-Клеблер, это вот такая разность, вот. Вот, значит, с учетом этой добавки мы как раз хотим, ну, более-менее аппроксимировать нашу функцию f от t, x, аппроксимировать в окрестности точки xt-1, надеясь, что истинное значение, ну, как бы, что x минимум, который доставляет минимум функции f, лежит где-то рядом. Вот, то есть это, на самом деле, приводит к таким же формулам. Ну, это я все делал в детерминированном случае, в общем-то, можно все это резюмировать, и сразу на стахастический случай написать вот такие формулы, которые обычно пишут в учебных, ну, вот в статьях. То есть вот это такая стандартная запись зеркального спуска. Вот, ну, я понимаю, что та мотивация, которая проведена, она, наверное, все-таки чувствуется что-то недосказанное, ну, все равно возникает вопрос, почему мы, вот, так сказать, выбираем именно вот эту функцию. Ну, ответ, в общем-то, можно объяснить так, что вот мы хотим градиент, чтобы считался бесконечной нормой, поэтому для нас важно, чтобы здесь, так сказать, вот эта регуляризация была в или один норме в квадрате, и как раз энтропия – это такая функция, для которой это явно можно сделать. То есть, на самом деле, действительно, не так важно. Не так важно, ставим мы здесь кульбоколеблеры или действительно один норму. Ну, просто тут явные, компактные, хорошие формулы получаются. Экспоненциальное взвешивание просто явно получается. Вот. Ну, единственное, чем приходится платить, что все-таки кульбоколеблер, так сказать, вот область, когда у нас есть симплекс, то если мы берем, считаем расстояние между двумя точками симплекса в или один норме, то оно будет ограничено константно. А вот если мы считаем расстояние в кульбоколеблере между двумя точками максимально, то получается логарифм n. То есть, вот мы корень и зен убрали в этой оценке градиента, убрали корень и зен, но при этом приобрели логарифм n в оценке области. Это оценка области, и вот эта оценка градиента, они входят в общую оценку числа шагов. Понятно, что заменив корень и зен на логарифм n, по сравнению с евклидовым, если бы мы в евклидовой метрике все делали, мы выгодили, получили выгоду. Вот. Но теперь мне хотелось бы привести вот уже не настолько хорошо известную мотивацию 2. И более того, мне кажется, что здесь есть еще что, в общем, доделывать. И она, в общем, такая довольно перспективная. Идея такая, что мы действительно, вот я уже об этом, ну, может быть, немножко сумбурно говорил словами, мы аппроксимируем вот эту задачу вот этой задачей. Вот. Наверное, сейчас это намного более становится явно, то, что вот мы делаем. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что так делать нельзя, потому что, в общем-то, это одна задача, это вообще какая-то другая задача. И, в общем-то, это надо как-то учитывать, что здесь могут возникать какие-то невязки. Вот в этом месте возникает вопрос, а как лучше это делать, как правильно это делать в условиях неопределенности. В общем, если бы мы точно знали, что тут будет, ну, тогда и решали бы эту задачу. И вот, значит, давайте сосредоточимся на этой задаче. Вот эта задача, она, в общем-то, имеет понятную структуру. То есть, можно не ограничить общность и считать, что выбираем тот x, на котором максимум достигает вот эта сумма. Вот эта сумма достигает максимум по какому-то i. То есть, я беру компоненты, вот сумма вот этих вот векторов, это вектора, ой, ну да, это вектора, это градиент. Я беру покомпонентно, то есть, вот это означает и т компоненты этого вектора. И вот такие вот суммы, и вот эти числа я сравниваю, ну, со знаком минус, тут стоит минимум, а я хочу, чтобы был максимум. Вот со знаком минус, и выбираю тот i, на котором максимум достигается. Он может достигаться не на одном векторе, но мне это все равно, потому что, ну, как бы, ну, ничего страшного. Я какое-нибудь одно выберу, и вот, значит, это я назову g. Естественно, решением этой задачи понимать, что xg от t, ну, вот на шаге t, равняется единичке, а, соответственно, остальные равняются нулю. Ну, это не единственный, может быть, способ. Ну, давайте такое, то есть, я хочу сказать, что когда максимум достигается не на одном i, ну, могут быть разные варианты, но это, как бы, частный случай. И вот идея заключается в том, что, ну, а давайте считать, что наше, как бы сказать, наше допущение, сделанное вот в этом месте, оно приводит к тому, что мы сюда, вот в такую постановку, должны добавлять какие-то случайные, так сказать, помехи. Причем нам неведомые, более того, в общем, довольно широкие предположения относительно них делаются, но мы хотим сделать какие-то предельные переходы, когда это все нивелируется, когда детализация и наше незнание об этих функциях, она уйдет. Вот. То есть, еще раз, идея такая, что это честное решение этой задачи, оно вот такое, без эпсилон. Эпсилон случайной величины. Предположим, независимые одинаково распределенные. Это не так важно. Важно, чтобы они не сильно зависимые были. Вот. Значит, и тогда, в общем, если вот за счет этих случайных величин мы как-то, так сказать, подтянемся вот к этой задаче, то будет хорошо. И вот, значит, идея такая, что, значит, есть нормальные, ну, то есть, почему в жизни часто возникают всякие, значит, нормальные распределения пуассона? Потому что они устойчивы относительно суммирования. То есть, часто, так сказать, шумы складываются или какие-то факторы складываются, например, сделки, фирмы там за день. Каждая, так сказать, сделка обеспечивается каким-то отдельным потоком от отдельных, так сказать, организаций. Все эти потоки суммироваются, по теореме Григо-Леонидса получается пластмасский поток. Вот. Это все, так сказать, устойчиво относительно суммирования. Но суммирование – это не единственная, так сказать, математика, не единственная, так сказать, конструкция, которая возникает в жизни. В частности, есть и депатентная тропическая математика, когда, значит, вот мы, значит, берем максимум, вместо суммы заменяем максимум. Это вполне естественно. То есть, не все агрегаты, встречающиеся в жизни, они как бы имеют вид сумм. Вот, в частности, в этой постановке мы сталкиваемся вот с этим максимумом. Я не случайно переконвертировал задачу в то, чтобы минимум стал максимум. Просто вот сейчас будет понятно. И вот важный момент, что аналогами, то есть этим базисным семейством, пуассон, константа и нормальный, из которого любое другое безграничное длимо получается, как из базисных. Но правда пуассон там в сложного должен превращаться. То вот здесь тоже есть свой базис, и один из них, таких наибольший бассейн притяжения, имеющий гумбель. Распределение гумбеля. Оно максимум устойчиво, то есть относительно взятия максимума. И как следствие, оно является одним из тех распределений, которые могут возникать, когда мы берем вот такого рода конструкции. Ну, собственно, при весьма общих условиях, так же, как в ЦПТ, у нас оно и возникает. Гумбель – это двойное экспоненциальное распределение. То есть вот это вот эпсилон мы переводим вот в такое z, причем эпсилон мы выносим. Здесь мы суммировали, а здесь мы, значит, вынесли из-под знака суммы. И получили вот такую вот, значит, вероятность того, что g равняется вот этому arg максимуму, она вот уже может быть таким образом представлена. Но тут есть много неаккуратных моментов, которые надо обосновывать, делая предположения относительно вот этих функций. Поскольку, ну, в самый частный случай, я не знаю, как его объяснить, это совсем тривиально. То есть когда они все независимо одинаково распределены. Почему это так, я не знаю вот как это объяснить. Поэтому я вот так вот написал, заувалировав. Но, тем не менее, в общем, от действительно при довольно общих условиях у нас здесь возникает вот гумбель, распределение гумбеля. И, как следствие, мы получаем следующий очень важный интересный факт. Вот если это действительно вот все, так сказать, вот эти предположения относительно этих случайных величин выполняются, тогда мат ожидания того, что нам выдает. То есть если вероятность того, что житая компонента этого вектора будет равняться единичке остальной нули, она считается по такой формуле, то тогда мат ожидания этого вектора можно рассчитать по такой формуле. И это, собственно, есть та самая формула, которую мы до этого приводили. Вот она. Где тут она была? Вот она. Ну, только тут надо подставлять y, которые вот есть сумма градиентов, эти гамма-к единицы. Значит, да, я, может быть, тоже скажу, в разных работах идет игра на разных фронтах. Значит, у нас есть два набора параметров. Гамма-к и бета-к. Ну, напомню, значит, что гамма-к это вот, собственно, то, что вот как градиенты, с какими множителями входят. А это вот бета, это вот показатели-экспоненты, там мы на это делим, если угодно, аналог температуры в этом экспоненциальном взвешивании. На самом деле можно показать, что важно только их отношение. То есть нет необходимости тянуть их оба. Можно, скажем, взять единичку, уйти, и тогда бета надо вот таким образом делать. Другой вариант взять бета-единичка, и, соответственно, гамма-к убывает там, ну, как единица на корень из ка. Можно выбирать их постоянными вообще. Более того, если выбирать их постоянными, немножко оценки скорости исходимости улучшатся. Вот здесь будет два подкор... вот это два будет вместо два корень из два. То есть если неадаптивные алгоритмы брать, то здесь будет корень из два. Вот корень из два. Но мы хотим... для нас очень важна адаптивность. Нам заранее, может быть, неизвестно, сколько у нас, так сказать, чего будет. Это очень важный момент. Но это есть вот в разных работах. Например, вот в работе Нестерова это есть, вот что, значит, бета можно таким образом убирать. Значит, хорошо, значит, это я рассказал. Теперь ключевая выкладка, которая, значит, сколько у меня времени остается? Двадцать? Восемь. Восемь, восемь. Сейчас дети застаньте. Да ладно, не будем. Тогда ключевую выкладку я опущу. Почему это верно? Я здесь привел только некоторый список работ, которые действительно повлияли на... Ну, это не полный список, далеко. Вот, ладно, я опущу эту выкладку тогда, раз осталось восемь минут, и напереду к более интересным вещам. Но повторю, что на самом деле речь идет о том, что просто в известных рассуждениях надо проверить, что можно вместо функции одно и то же ставить каждый раз разную функцию, и понять, на что это повлияет, посмотреть вообще, насколько чего можно ослабить. Но это дело техники, которым мы сейчас опускаем это дело. Значит, приложения. Ну, давайте, собственно, у нас уже все есть, алгоритмы есть, конкретная постановка задачи. Давайте вот перейдем к многоруким бандитам. Будем выбирать вот эти функции вот таким вот образом. f, k, x, 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 k, t равняется r, k, i, t с вероятностью x, t. Ну, а градиент будем считать по такой формуле. Где r, i, t, t, k, это потери, которые выдает ручка i, если ее дернуть на шаги k. И все, что мы предполагаем, там, это очень слабые условия относительно того, что вот это вектор мат ожидания. Вот, он там не зависит от того, какие случайные, и как это в истории случайно реализовывалось. Вот, то есть вообще, может быть, даже некая враждебность. То есть мы играем, а нам как-то портят. Это допускается. И важный момент, что, значит, ну вот в работе, она была в этом, в трудах и фака 2008 года, Юдидский, нет, да, Юдидский, Назин, Цыбаков, Ваятис. Там, значит, было действительно обнаружено, что для многоруких бандитов зеркальный спуск работает. Но там это было обнаружено, что просто алгоритм в точности подходит. И при условии, что регрет положительный, в смысле регрет, ну как потери всегда положительные, там с некоторым даже, может быть, дельта, они доказали, что действительно алгоритм зеркального спуска, он будет, так сказать, сходиться и давать с точностью до корня из алгоритма неулучаемую оценку. Но проблема в том, что доказательство никак не использовало те самые рассуждения, которые я приводил. И была понятна причина. Потому что вот это слагаемое, оно очень плохо оценивалось. На самом деле, если оценить его аккуратно в данной конкретной ситуации, то все там сходится. И получается, в общем, нужная оценка. Вот та же самая, что и в работе Юдидского, Назина, Цыбаков, Ваятиса. Более того, вот такой подход позволяет даже ничего не предполагать относительно рейката, кроме их ограниченности. То есть никакого условия неотрицательности тут нам не нужно. И важный момент, что здесь, ну, посмотрите, такой типичный пример. Он как бы поучительный. В том смысле, что всегда надо, так сказать, привить некую фантазию, чтобы сконструировать эти функции дальше делать техники. То есть просто подставлять. Вот здесь мы фактически имеем... Почему такие функции берутся? Почему не какие-то другие? А потому что мы хотим, чтобы, так сказать, действительно то, что это вот итое место. То есть эта запись означает, что на итом месте стоит вот эта вот конструкция с вероятностью иксито. А, соответственно, с вероятностью там иксжито. Это тут будет ноль, а это будет что-то похожее, будет стоять на житом месте. То есть это такой вектор, у которого только одна компонента отлично от нуля, и она вот равняется вот этому. И проблема-то в том, что иксито мы не контролируем, они могут быть очень маленькие. И вот в такой подход, когда вот честная берется оценка в зеркальном спуске, он дает очень плохую оценку. А если посчитать поточнее, то когда будет считаться вот эта вот вторая производная, там вот это сократится, и при усреднении там все будет хорошо. Вот. Значит, вот это действительно характерный пример. И очень важно, что структура подбора вот этих функций, она хорошо согласуется с структурой задачи, что действительно это можно интерпретировать как то, что выдает ручка. То есть вот этот градиент, это вот как бы действительно вот просто реализация этой случайной величины, то есть то, что нам выдает ручка, это можно интерпретировать как градиент некой функции. И если подставить, то там получается та самая разность, которая нам интересна. И вот теперь для задачи рандомизированного взвешивания экспертных решений. Напомню, что там речь просто идет о том, что мы должны оптимальным образом как-то из стратегии экспертов при сопротивляющейся природе скомпоновать какую-то выпуклую их комбинацию, так чтобы вот эта выпуклая комбинация их была бы нам, значит, так... А, это рандомизированный вариант. Ну, скомпоновать, я тут, значит, тогда поторопился. Скомпоновать что значит? Что выбрать такое распределение вероятностей, что, значит, с какой-то вероятностью действовать та, как первый эксперт, с такой, с какой-то, как второй эксперт. И это распределение вероятности должно зависеть от предыстории. И повторю, я вот с этого начал, что задачи разные. Они разные в том, что здесь у нас градиентом вот этой функции является, ну, градиентом, если угодно, от этого мат-ожидания является, так сказать... Ну, то есть нам все вот эти известны, а вот здесь проблема-то в том, что мы не знаем орытые каты для других и... Мы вынуждены, так сказать, вот таким образом градиент подбирать, потому что нам все, что известно, это то, что дала итая ручка при дергании ее на катом шаге. Что остальные дали, мы не знаем. Поэтому хотя функционалы изначально, то есть мат-ожидания вот всяких, так сказать, вот этих функций, они будут одинаковые в обоих задачах, они одинаковые. То есть мат-ожидания вот этих f-катых от x-x-катых, они одинаковые в функции x-а. Но проблема в том, что там вот в этой задаче информационные ограничения такие, что мы весь этот вектор знаем. То есть когда i пробегает любой набор, ну, то есть от одного до n. А здесь мы знаем только то, что мы выбрали. И вот этот вот нюанс, этот нюанс, он приводит к тому, что константа... Константа, вот этот вот градиент, градиент... Константа, ограничивающая градиент в многоруких бандитах за счет вот этих вот вещей, она оказывается в корень из n раз больше, чем то, что вот в постановке вот в этой. Вот. То есть здесь просто m, то самое m, которое ограничивает функцию лямбда. То есть лямбда для всех вот этих аргументов меньше, чем m. А в многоруких бандитах вот эти акаты для всех, они всегда меньше, чем m. Ну, или даже мы считаем ркаты всегда меньше, чем m. Вот. Эти случайные величины меньше, чем m. Но проблема в том, что вот это m, m с волной, оно не ограничивает тот градиент, который нужен. Он еще в корень из n раз увеличивается. В результате многорукие бандиты дают еще вот этот вот неустранимый зазор, и можно показать, то есть просто оценки снизу говорят, что это корень из n по существу. То есть у нас появляется корень из n логарифм n, то есть корень из n логарифм n. И вот этот вот логарифм n, он устраним. То есть существует уже алгоритм, он в 2009 году был предложен, когда корень из логарифма n нету. Но корень из n в принципе неустраним, есть оценки снизу. Просто вот специальным образом, так сказать, ручки, причем в вероятностной постановке, то есть ручки чисто вероятностные, приписаны вероятности, которые мы... То есть никто не сопротивляется, никто нам ничего не портит. Даже в такой постановке корень из n не убивается. А алгоритм, который вот этот вот общий подход, он дает оценку с точностью до логарифмы n, а во всех остальных задачах он дает оценки с точностью до константы, то есть оценки снизу совпадают с оценкой этого алгоритма с точностью до константы. Ну вот давайте еще два рассмотрим, это значит взвешивание экспертных решений, когда, напомним, мы доллар распределяли, тут совсем все просто, тут детерминированный случай, функция просто есть, вот это вот то, что дают эксперты на шаге k, это вектор, ну вот он скалярное произведение с x, вот такая функция fk, t от x, то есть тут случайности нет. Ну и значит в случае детерминированно-выпуклой задачи тут немножко хитрее, тут надо x представлять как, так сказать, такую выпуклую комбинацию, то есть tixit это вот выпуклая комбинация, умножить я не случайно так написал, подчеркиваю, что это какой-то элемент некоторого пространства, вот, ну пространства, разумеется, векторного, чтобы такая конструкция имела право на существование, вот. Вот, и значит, мы просто такую выпуклую комбинацию берем, понимаем это как элемент, вот y, гамма, извините, вот значит, соответственно, вот дальше все это работает, и нам достаточно оценить сверху только такую конструкцию, потому что, вот, ну, то, что на самом деле оценивается, нам нужно оценивать, оно сверху ограничено вот такой конструкцией, а такую мы умеем оценивать сверху. Таким образом, во всех примерах, которые я рассказал, вот успел рассказать, ну, там агрегирование я опущу, оценок, все они сводятся вот к той самой постановке, и во всех, кроме многоруких бандитов, мы получаем оценки, не улучшаемые с точностью, ну, с мультипликативной точностью до константы, то есть алгоритм экспоненциального взвешивания дает оценку с какой-то константы, а есть оценка снизу, с другой константы. И единственное, вот, многорукие бандиты, тут корень из логарифма n, там, вот этот зазор. Вот, значит, это, как бы, одна часть, а вторая найдет продолжение следующей, второй лекции, которую я буду читать, это применение алгоритма зеркального спуска для решения детерминированных задач. Вот, например, задача PageRank может быть сведена к такой задаче, то есть поиск левого собственного вектора стахастической матрицы P, вот, эта задача может быть сведена вот к такой, задача выпуклой негладкой оптимизации. И возникает вопрос, а вообще при чем здесь вот то, что я до этого рассказывал, при чем здесь вот к этому? Это Huge Scale Optimization, то есть тут пространство иксов, может быть, 10 в 9, n равняется, допустим, 10 в 9, и вот будет показано, как это очень быстро решать с помощью вот того самого метода. И идея здесь заключается вот в чем, что у нас нету рандомизации, то есть у нас нету случайности, но мы вводим рандомизацию, это последний слайд, ну, почти, значит, мы вводим искусственную рандомизацию, но в чем тут, вот это очень важный момент. Мы ее вводим необычным образом, не так, как это делается, например, в работах Немировского, Юдийского, там, или Назина, вот так сказать, ну, во всех этих работах. Там рандомизация вводилась вот здесь, в вычислении градиента функция, то есть градиент, в градиент привносилась случайность. Мы же делаем рандомизацию согласно Григорию и Сахачану таким образом, вот, обратите внимание, мы тот же самый зеркальный спуск делаем, но мы выбираем потом, вот, то есть это мы, просто у нас есть распределение вероятности, и мы выбираем одну из компонент согласно этому распределению вероятности, и по ней сдвигаемся, остальные нули, вот, то есть по остальным не сдвигаемся. То есть, если угодно, в среднем мы будем двигаться так же, благо мы живем на симплексе, все это, так сказать, сохраняется, вот, но потом это все делится на число шагов, поэтому и сохраняется. Так вот, важный момент, что все то же самое сохраняется, то есть те же самые оценки сохраняются. Вопрос, а ради чего тогда это затевать, если все то же самое? А ответ, он, как бы, ключевой на эту проблематику. И это единственная рандомизация, которую удалось найти, которая сохраняет Sparsity. То есть, если задача разрежена, то любая другая рандомизация, которую проверяют, в частности, те, которые были в этих статьях, она теряет, она теряет, это рандомизация, свойства Sparsity. То есть, за счет рандомизации мы, конечно, выигрываем, то есть, много выигрываем, то есть, там не надо n в квадрате операции делать. Есть оценки снизу, когда, ну, в классе детерминированных алгоритмов нельзя эту задачу решить быстрее, чем за n в квадрате операции. Вот, просто матрицу надо сосчитать, n в квадрате, а рандомизированный алгоритм будет приведен на следующей лекции, он требует n логарифм n. Так вот, нам хочется n заменить на s, как это естественно, бывает, если s это показатель разреженности. Так вот, это не удается сделать с алгоритмами, которые, значит, такие вот, обычные рандомизации, а с таким это удается. И что важно, оценки сохраняются, более того, они даже немножко, их даже немножко можно улучшить в корень из два раза за счет того, что мы шаги выбираем вот таким вот образом. То есть, мы заранее знаем число итераций, то есть, заранее знаем число итераций, можем выбирать шаги постоянными, это важный момент, иначе здесь пересчет не будет эффективно осуществляться. И за счет этого еще в корень из два раза оценки будут лучше. Собственно, это список литературы, который вот я упоминал. В общем, литература отбиралась, так сказать, довольно долго, и именно на эти работы хотелось обратить внимание, потому что работа огромное число. Вот именно на те работы, которые я здесь привел. Вот. Десятое, это, я не знаю, это как бы, это, так сказать, хотим, чтобы такая работа была, и даже хотим, чтобы она была здесь, но пока это все в процессе написания. Вот. Ну все, спасибо за внимание. А как три позда у сидящих в литературе были? А я не знаю, как это сюда попало. Да, это... Спасибо.